Ребята, всем привет! Как вы уже поняли по началу данного видоса, да и в принципе по названию, сегодня мы снова же поговорим с вами про обновление 0.19.0, это уже четвертый видос на канале, но ребят, это стоит того, потому что сегодня мы с вами поговорим про стекла в окнах в обновлении 0.19.0, где их найти, что нужно сделать, чтобы они у вас появились. Ну а в конце еще видоса, ребятки, я вам расскажу снова же про бесплатные награды, которые можно получить с помощью VPN ежедневно без смены сервера, так что обязательно смотрите до конца. В общем, давайте начнем, само собой, с самого интересного, стекла в окнах. В общем, мне вчера в директе инстаграма написал подписчик и говорит, что он прыгнул вот сюда на арену, на бета-версии, да, и в принципе у него были стекла в окнах. Ну и я, само собой, сломя голову, быстренько пошел проверять, ну я в принципе прыгал сюда, и здесь никаких стекол-то не было до этого. А я, ну все равно, да, вдруг там разрабы меняют же, да, вот допустим с насадкой они поменялись, ну с обвесом я имею ввиду, может быть они и стекла добавили. Я решил быстренько проверить, прыгнул сюда, и как вы понимаете, я ничего не нашел. Но после этого я все-таки с ним начал переписываться, ну для начала я подумал, может быть это какой-то фейк, да, там просто притрисовали каким-то образом, или взяли с китайской версии, но все-таки решил с ним переписаться. И спросил его, какая у него графика, какие настройки, ну и он сказал, что во-первых, у него графика изначально стоит на низких уровнях, ну и я во время игры попытался это сделать, то есть именно изменил на баланс, как вы видите, да, изменил на, даже частоту изменил, то есть все изменил на минималках поставил. Но, к сожалению, это не помогло. После этого мне пришлось перезайти вообще в саму игру, потом в самом лобби, ребятки, мне пришлось снова же повысить графику до максимально возможного, то есть если вы хотите увидеть стекла в бета-версии, вам тоже нужно таким образом сделать. Повысил до максимально возможного, после этого снова же взял и понизил до минимального, но это я перезашел в игру, я не просто вышел в лобби, а именно перезашел до этого, ребятки, это очень важно, вам нужно перезайти на бета-версию. Ну и после чего я сменил снова же на минималку, я, как вы понимаете, зашел в игру, и прямо сейчас вы увидите, что у меня там получилось, а как вы понимаете, получилось все, да, ребят, там есть стекла, они есть только в одном здании, именно вот в этом здании, которое из Пикада, в принципе, давайте я сейчас туда полечу и покажу вам. Вот она арена, ребятки, как вы видите, у меня минимальная графика сейчас стоит, и уже снаружи заметны стекла, да, ну вы сами видите, если зайти внутрь и просто вот краем глаза посмотреть, вы уже видите стекла, давайте возьмем сейчас с вами оружие, и в принципе будем стрелять по стеклам, потому что там должна быть и анимация, и звук, мне подписчик просто скидывал после этого уже и видос. В общем, подходим и любуемся этой красотой. Да, ребятки, наконец-то до нас дошли стекла, которые на Китае уже очень давно, и после вот этих небольших манипуляций, то есть повышаете графику, то есть понижаете графику, перезаходите в игру, снова повышаете и понижаете, заходите в игру, и вы находите стекла. Вы можете убедиться, что это не китайская версия, вы можете убедиться, что это именно мое видео, вот в левом углу мой ник, да, это именно бета-версия. Вот вот эти водяные знаки, да, то есть это не фейк, ребятки, это 100% рабочий вариант. Просто заходите на бета-версию, да, кстати, 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 очень много из вас спрашивают, как скачать бета-версию и так далее. Ребят, я оставлю в описании под этим видосом ссылочку от разработчиков, то есть есть ссылочка, которую они оставляли в дискорде, в официальном. В принципе, есть ссылка и на дискорд в описании их, я имею ввиду, по мобайлу официально можете зайти и, в общем-то, перейти, почему нет. Вот, но я оставлю именно ссылочку для Android, потому что на iOS до сих пор обновы нету, то есть обновы для бета-теста на iOS, к сожалению, нет, ребятки, айфоны, снова же, извините. Но если у вас Android, то вы можете перейти по ссылочке, скачать себе, в принципе, сделать, как я уже показывал, в общем-то, по инструкции, да, с графикой все эти манипуляции и в конечном результате прийти и, в общем-то, увидеть те самые стекла. Если вы вдруг будете повторять, ребятки, придете сюда, у вас все получится, все будет окей, обязательно напишите в комментариях, само собой, как ваши ощущения. Я, в принципе, ну, первые минут пять я был просто в шоке, я не знал, что сказать, если честно, потому что, ну, стекла, ребят, мы их ждали, ну, считайте, почти год мы ждем их. Потому что на Китае они очень давно есть, ну, и, как ни крути, если они появились на новой карте, то, само собой, я предполагаю, что в Erangel 2.0, который должен быть, ну, в принципе, достаточно скоро, да, потому что на Китае он уже есть на дата-версии, я предполагаю, что тоже будут стекла в домах. И это очень-очень хорошая новость, согласитесь. Так что сразу же хочу сказать огромное спасибо вам, потому что именно благодаря вам я узнаю разные полезные фишки, с которыми после этого я снова же с вами делюсь. Поэтому, если вы тоже вдруг что-то узнали сверхъестественное и, само собой, чего другие не знают, обязательно пишите об этом в комментариях или мне в директ инстаграме. Ну, а также хотел вам показать про зеленое пламя Молотова, потому что, ну, многие пишут в комментариях, почему-то не показал. Я, в принципе, видел это сразу же после обновы, но не думал, что это настолько важно. В общем, пламя поменяли, ребятки, и теперь у Молотова пламя будет вот такого вот зеленого цвета. В принципе, не знаю, полезно это или нет, напишите вы сами в комментариях, нужно это или не нужно, важно это или нет, но я решил все-таки показать. Ну, а теперь давайте поговорим насчет бесплатных наград, которые я говорил именно ежедневных, да. Что для этого нужно? Во-первых, конечно же, вам понадобится VPN, дальше я вам покажу, какой именно. Во-вторых, вам нужно будет, ребятки, с помощью VPN зайти в игру и посмотреть во вкладочке миссии, сейчас я покажу, где именно, да, просто посмотреть рекламу. И после этого вы получаете вот такую вот награду. То есть, за каждый просмотр вы получаете по одной монетке. Что эти монетки означают, если вдруг кто-то не в курсе? Это те самые монетки, ребятки, которые вы можете заработать, участвуя в Индия Бонус Челлендж. Если вдруг кто не знает, что такое Индия Бонус Челлендж, я оставлю вплывашку, да, постараюсь оставить наверху. Или просто полистайте внизу, но я постараюсь оставить для вас вплывашку, подсказку. Индия Бонус Челлендж, ребятки, это турнир, где можно участвовать именно с помощью тех самых купонов, которые мы получаем каждую неделю, в среду, если не ошибаюсь, да. И вы можете участвовать именно вот в этих турнирах, выигрывать монеты, но потом эти монеты обменять на ЮЦ-шки. В общем, сейчас я дальше это тоже покажу. Заходите просто в миссии и здесь нажимаете перейти, смотрите рекламу три раза, после этого забираете вот эту вот награду, ну, два фрагмента купончика, да. После этого переходите просто на почту и собираете остальные награды, те самые монетки и серебришка, как вы видите, да. Сейчас давайте я после вот сейчас соберу и прямо сейчас с вами зайдем именно в саму вкладочку Индия Бонус Челлендж, вот эту наверху, да, потому что я сейчас с помощью VPN нахожусь в игре. Просто открываем вот этот кубок, где у нас Крю Челлендж, вот у нас сам Индия Бонус Челлендж. И, как вы видели, чуть-чуть раньше у меня было 278 монеток, это я вчера собирал, да. Вот сегодня с утра я снова же собрал, у меня уже было 281 монета. И если мы с вами зайдем в обмен, вдруг для кого-то сюрприз, да, и кто-то не знал, ребятки, за 1000 таких монет вы получите 100 ЮЦ-шек в магазине обмена. Это официально, это в игре, и на самой ребятке, это не какой-то отдельный сайт, да. Там за 3000 монет 300 ЮЦ-шек, за 5000 монет 500 ЮЦ-шек и так далее. Плюс к этому можете с помощью снова же VPN участвовать именно в турнирах и зарабатывать намного больше монет. И после этого обменять их на скины или на ЮЦ-шки. Ну, а для того, чтобы у вас была доступна эта реклама и Индия Бонус Челлендж, ребятки, как я уже говорил, вам нужен, конечно же, VPN. В данном случае это Melon VPN, я уже, ну, миллион раз о нем говорил, потому что это, ну, адекватный VPN, там просто нужно посмотреть рекламу, и вам дают VIP-доступ, и вы можете подключиться к серверу Индия. Ну, в принципе, я думаю, уже ребята из Melon VPN должны были бы мне написать, и мы должны были бы с ними сотрудничать, потому что я почти в любом видосе о них говорю. В общем, подключайтесь к серверу Индия, ребят, и вы получаете, само собой, не сразу, потому что после видоса будет очень много ребят, которые будут это делать. Поэтому пытайтесь несколько раз, и, конечно же, вы получите доступ к этой рекламе, к Индия Бонус Челленджу, к всему, что я показывал до этого. Ну, а в конце хотел показать на новой карте летающую дорогу, если вдруг каким-то чудом разработчики смотрят мои видосы, просто вот информация, как бы для этого и есть бета-весы, да, чтобы находить все косяки, чтобы они исправляли их до официального выхода. Поэтому вот вам летающая дорога, исправляйте этот косяк, был, как говорится, рад был помочь, да. На этом видос, ребятки, мы с вами заканчиваем. Если он был для вас полезным, и он вас удивил, да, потому что я говорил, что вас удивит то, что я вам покажу, а стекла, как ни курти, это удивительная вещь, ребятки, я имею в виду для нашей версии, да. Поэтому, если видос вам понравился, и он вас удивил, и был еще полезным, ну, чтобы получить бесплатные награды, обязательно поставьте лайк. Если он вам не понравился, ставьте дизлайк и рад любой активности, подписывайтесь, делайте репосты, нажмите на колокольчик. Ну, а с вами был Dream, всем топ-1.